Центр содействия семейному устройству «Наш дом» принимал гостей. Накануне здесь прошел День открытых дверей. Мероприятие посвятили выбору будущей профессии – кем быть. Воспитанники центра приготовили для гостей праздника, спектакль, угощение и сувениры. Тимур Вылка к приему гостей готовился основательно. Накануне вместе с товарищами он пек блины. Рецепт самый простой, но когда делаешь с душой, получается шедевр. Там молоко, литр, потом яйца четыре. Размешать, потом муку 20 ложек. Маленький Даниил – участник самодеятельности. Роль небольшая, но ответственная. Я буду сейчас готовиться. Я с нетерпением жду гостей. Мини-спектакль, как говорится, на злобу дня. О трудностях выбора самой лучшей и нужной профессии. В актерском мастерстве воспитанники центра раскрываются перед педагогами в новом качестве. Патюшка, услужи, научи к дружбе-то. Одна я, одинешенька. Во время праздника на территории центра работали мастер-классы. Флористика, робототехника, армрестлинг, мехенди. По желанию можно было научиться делать даже макияж будущего. Визажист Анна Гордеева с удовольствием делилась мастерством. У нас предполагается, что мы как эксперты образа будущего, поэтому будем креативить, придумывать, как это будет выглядеть в будущем. Что даже можно на мне посмотреть, что вот это такой вот макияж. Педагоги и воспитатели говорят, их подопечные всегда ждут гостей с нетерпением и трепетом. Ведь каждый из них, как бы хорошо ни жилось в центре, мечтает о семье. Я считаю, что такие мероприятия, конечно, безусловно, нужны в первую очередь детям, которые проживают здесь. Потому что главная задача всех нас и работников, чтобы каждый ребенок нашел семью, чтобы он не был одинок. Именно такой день открытых дверей шесть лет назад стал переломным для Татьяны Поповой. Теперь в ее семье четверо приемных детей. А она сама руководит клубом приемных родителей «Лучик солнца». У нас, например, в приемной семье так и получилось, что мы пришли на такой замечательный праздник в 2013 году и выбрали сначала одного ребенка. А в 2015 году у нас уже в семье, значит, ну вот с сегодняшнего дня у нас уже четверо детей приемных. Конечно, принять для себя решение взять ребенка на воспитание – это огромный труд. Не всем он по силам. Не сразу и не у всех все гладко. Но все же, четыре воспитанника на прошлой неделе ушли в семьи. Конечно, традиционно сюда приглашаются кандидаты в опекунные усыновители, которые у нас на учете уже состоят, да, в органной опеке. И это тот шанс как раз посмотреть жизнь нашего дома изнутри. Дни открытых дверей в Центре содействия семейному устройству уже традиция. Такие мероприятия проходят здесь несколько раз в год. Ну, самая, конечно, главная цель исходит вообще от названия нашего самого учреждения. Оно называется Центр содействия семейному устройству «Наш дом». Мне кажется, этим все сказано. То есть именно нам хотелось и хочется нам, чтобы друзей в нашем доме было как можно больше. Двери должны быть открыты любого дома. В учреждении 66 воспитанников. Самому младшему ребенку здесь 4 месяца. Проживают дети за совершеннолетие, а иногда и до 23 лет. Это единственное государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ненецком округе. Ольга Руссова, Антон Водряков, Телеканал Север.